друзья дорогие ну вот мое путешествие по украине продолжается я уже во львове этом прекрасном городе действительно красивый необычный город старинный очень много старинных зданий говорят что даже немцы гитлер когда сорок первым воевал нападал то он не бомбил из и старались сохранить все здания всю таскать архитектуру старую древнюю много интересного красиво там я увидел еще такой момент я говорю сразу и к этому же наверно не буду возвращаться я обратил особое внимание так как много слышал и по в средствах массовой информации российской в частности о том что на западной украине во львове бандеровцы фашисты и так далее то есть злые люди но на самом деле я там увидел обратную картину люди очень дружелюбные приветливые и даже в отношении друг с другом вот в частности водитель для нее вполне естественно было остановиться перед пешеходом и пропустить его чего я в других местах не нас замечал может быть она есть но мне не приходилось это увидеть а вот здесь я это увидел и было в общем-то приятно это и показывает культуру людей культуру поведения да и не только тут и в поезде и в знаменке находясь общаясь людьми то в одних то других общественных местах я как бы даже заметил это чего раньше когда раньше жил не замечал что люди как-то более более смиренные более скажем так общительные или заботливые готовы помочь тебе подсказать и тогда люди ли тебе внимание возможно отпечаток свои война которая сейчас на украине принесла в общество что люди как-то более стали обращать внимание друг на друга и думать не только себе но и от других очень жаль что сейчас в россии в власти такие люди которые легко могут говорить ложь наговаривать все эти вражду и раздор между братьями как написано в притчах о том что есть мерзость пред богом это одно из них это лжесвидетельно говорящий ложь и сеющий раздор между братьями да печально что такое есть раздор вражда такая посеяна между двумя странами но есть господь есть воздаяние каждому за его слова за его дела и поступки из-за зло который он сеет вокруг себя между народами тоже придет воздаяние но мы друзья сейчас отправляемся и двигаемся по этому прекрасному городу львову это дороги брусчатка во многих местах на части везде какой части центральной части здравствуйте здесь а вот и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Также и хор прославлял Господа красивой и замечательной песней Я обратил внимание на архитектуру, необычную архитектуру этого здания Оно, кстати, имеет свою довольно интересную историю Потом, в общем, пением мы пели одну замечательную песню Она так и звучит, так и называется Ты познал ли силу крови, о, скажи, и омыт ли ты кровью Христа? Благодать Его познал ли ты в душе, и омыт ли ты кровью Христа? Чист ли ты, кровь Христа может пятна греха смыть с тебя? Может кровь, что на кресте пролил Христос, сделать снега белее тебя? День за днем живешь ты пред лицом Его, и омыт ли ты кровью Христа? Испытал ли милость Бога твоего, и омыт ли ты кровью Христа? Ты и готов ли встретить твоего Христа, и омыт ли ты кровью Его? В край святой войдет тогда твоя душа, коль очищен ты кровью Христа? Во грехах покайся, отступи от зла, и омойся ты кровью Христа. На голгоф и кровь из-за тебя текла, о, омойся ты кровью Христа. В этот день, в это воскресенье, как раз по первое воскресенье декабря, в церкви, в наших церквях, совершают хлебопреломление, то есть причастие. Это заповедь нашего Господа Иисуса Христа, в одном из роликов я уже говорил об этом. Заповедь, которую Иисус оставил, зная, что в последующие века поколения сатана будет принимать немало усилий всяких, чтобы выхолостить, чтобы удалить из сознания людей своих последователей, особенно христиан, мысль о том, что Иисус умер за грехи людей, за наши грехи, за грехи всего человечества. Да, сатана согласен, что Иисус был особый человек, выдающийся, даже пророк, как в некоторых религиях, но не спаситель мира, не мессия, который пришел умереть за грехи всех людей, будучи безгрешным, чтобы наш позор и смерть, чтобы мы по справедливости заслужили по нашим грехам и преступлениям, взять на себя, а дать нам жизнь вечную и будущность. Само здание церкви имеет довольно древнюю историю и интересную. Построено оно было 500 лет назад, еще до открытия Америки, Колумбом. В свое время, когда пришли большевики, они отжали у церкви это здание и использовали не по назначению, но с приходом перестройки вновь вернули церкви, и сейчас оно служит для славы Божьей. Андрей, возможно, ты будешь смотреть, я знаю, это видео, возможно, дашь какие-то комментарии, то сделай это, я думаю. Будет людям интересно почитать, узнать больше об этом здании. А потом мы вот с этой замечательной семьей прошлись по городу Львову. Они мне немало рассказывали, показывали достопримечательности этого города. Потом мы зашли в одно заведение, так и называется Пузата-Хата, где мы подкрепились, перекусили, довольно вкусная еда украинская. Довольно широкий выбор еды был, вкусной еды, и цены неплохие, намного мягче, чем тут у нас. Подкрепившись, мы решили разделиться на два лагеря, мужской и женский. Женщины пошли уже домой отдыхать, а мужчины пошли штурмовать ратушу. Ратуша – это известное место во Львове, знаменитое место. И об этом я уже расскажу в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова